Воспитывается в неблагополучной семье, что известно об избиении пятиклассников в Приморской школе. 20 февраля 2019 года, 18.43. Алена Горенская. Управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту избиения пятиклассников в одной из школ города Большой Камень. Как рассказали А.Т.ВСК, следователи проверяют на причастность к преступлению родителей одноклассников потерпевшего. По данным СМИ, взрослые якобы напали на мальчика за то, что он на протяжении нескольких лет издевался над своими одноклассниками. Участникам избиения грозит до двух лет лишения свободы. Управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту избиения 12-летнего ученика в одной из школ города Большой Камень. Об этом сообщает сайт ведомства. По данному факту следственным отделом по городу Большой Камень возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного СТ. 116 УК РФ, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, из хулиганских пробуждений, говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе СК по Приморскому краю, в настоящее время потерпевший направлен на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить степень тяжести полученных травм. Также по теме, мать задержана, что известно о расследовании инцидента с блуждавшим по Лосиному острову мальчиком от 6-летнего ребенка, который всю ночь бродил один по территории парка Лосиный остров, задержана до выяснения всех. В ходе предварительного следствия будет дана оценка действиям работников общеобразовательного учреждения. Также будет проверяться причастность родителей к данному инциденту. Круг лиц сейчас устанавливается, рассказали А.Т. в пресс-службе ведомства. По данным СМИ, инцидент произошел утром 20 февраля в школе номер 2. В среду утром в одной из школ города Большой Камень в Приморье родители нескольких учеников силой завели в туалет пятиклассника и избили его. Так они проучили местного хулигана за то, что он систематически издевался над их детьми, сообщил агентству Интерфакс информированный источник. По данным местных журналистов, пятиклассника унизил отец одного из его одноклассников. Папа одного из детей взял Олега Р. За шкирку и затащил в школьный туалет. Там ребенка окунули головой в унитаз. В процессе у школьника из носа пошла кровь, которая залила половина. Это стало причиной самых разных слухов, якобы ребенку сломали челюсти или даже ребра. Сами родители утверждают, что мальчика не били. При этом медики диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга, описывает случившаяся комсомольская правда Владивосток. Стоит отметить, что ранее родители других учеников неоднократно просили директора школы оградить их детей от малолетнего хулигана, который никому не дает прохода. Во вторник вечером, 19 февраля, они написали повторную жалобу, в которой подробно рассказали об обидах, нанесенных неблагополучным ребенком. Согласно этому заявлению, мальчик вымогал деньги у одноклассников, оскорблял их, избивал и всячески унижал их достоинства. Вместе с тем собеседники А.Т. в правоохранительных органах рассказали, что по СТ. 116 УК РФ, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, родителям, участвовавшим в избиении пятиклассника, может грозить до двух лет лишения свободы. Предел терпения. По данным СМИ, школьник воспитывается в неблагополучной семье. В частности, мать мальчика лишена родительских прав и проходит по делу об убийстве, а отец школьника погиб в пьяной драке. Бабушка с воспитанием мальчика не справляется, ребенок фактически предоставлен сам себе, до вечера он находится в школе, а потом слоняется по улицам с ребятами постарше и задирает слабых. Последней каплей, переполнившей чашу терпения родителей, стало недавнее нападение на 11-летнюю девочку, которая после избиения попала в больницу с подозрением на разрыв селезенки. Как рассказала мама пострадавшей, она написала заявление в полицию по факту нанесения ее дочери травм. В межмуниципальном отделе МВД России Большой Каменский подтвердили факт обращения матери, отказавшись прояснить детали. Директор школы, где произошел инцидент, также отказалась от комментариев. Также по теме в Примории проверяют сообщение о самосуде родителей над школьником прокуратура Приморского края и инициировала проверку после сообщения о нанесении телесных повреждений пятикласснику родителями других. В то же время в ГУ МВД Приморского края подтвердили, что мальчик воспитывается в неблагополучной семье. Однако, по данным полицейских, инициатором того конфликта выступала пострадавшая девочка. 12-летний мальчик состоит на учете заранее совершенные проступки, но в случае с нападением на одноклассницу мы выяснили, что зачинщиком конфликта был не он. Девочка начала драку. А по поводу инцидента с участием родителей мы проводим проверку. Ребенок находится под опекой бабушки как законного представителя, сообщили в пресс-службе у МВД по Приморскому краю. Прокуратура же начала проверку того, как строилась профилактическая работа с учащимися в самой школе. Надзорное ведомство проверит непосредственно деятельность образовательного учреждения в части организации профилактической работы с учащимися, заявила помощник прокурора края Елена Телегина, отметив, что межрайонный прокурор уже занят выяснением всех обстоятельств инцидента. Также причины конфликта пытается выяснить Департамент науки и образования администрации Приморского края. Ранее в Приморье было возбуждено дело об административном правонарушении директора школы в селе Первомайское Михайловского района. По данным СМИ, руководитель образовательного учреждения пригласил в школу местных криминальных авторитетов, чтобы те прочитали ученикам лекцию о половом воспитании. По словам официального представителя Генеральной прокуратуры РФ Александра Куринова, в январе в селе Первомайское трое местных жителей провели беседу с учащимися 5-8 классов. Лекторы не имели отношения ни к системе профилактики правонарушений, ни к учебному процессу в целом. При этом они нецензурно выражались при несовершеннолетних. В отношении директора был составлен административный протокол о правонарушении ПАЧЕ. 1. Статья. 20.1 КОАП «Мелкое хулиганство». Субтитры подогнал «Симон»